Наш центр онкологической помощи открылся в конце 20-го года. В 21-м году мы начинали симптоматическое лечение онкологических больных. Далее мы уже присоединили гормональную терапию пациентам с опухолью предстательной железы и молочной железы. В 23-м году мы начали проводить полноценную химиотерапию. Пациентам стало намного проще участвовать в лечении. Не приходится ездить в вановский онкологический диспансер. Ведь часто возникают побочные реакции после проведения лечения, как тошнота, рвота, скачки давления. В настоящее время мы провели полноценных 5 схем. Пролечено 7 пациентов онкологических, чувствуют себя прекрасно, в хорошем состоянии. Постоянно контролируем их анализы, корректируем. В нашем онкологическом центре проходят лечения не только пациенты с нашей районной больницы, но и пациенты с Витческого района и с Родниковского района. Пациенты приходят к нам на прием после врачебного консилиума Ивановского онкологического диспансера с рекомендациями по схемам лечения. Далее пациент приходит на прием, мы контролируем анализы, проводим лечение. После завершающего курса проходится дополнительное обследование в виде томографических обследований. И пролеченные пациенты уже направляются в вановский онкодиспансер для дальнейшего обследования и соответственного лечения. Продолжение следует... Продолжение следует... Я ее сделала в Иваново два года, капельницы, через 21 день. Там тоже и сестры хорошие, и привыкла уже ездить туда, но очень тяжело, мне было и есть у меня пенсия. И мне не хватало денег на дорогу. Но женьки не ходят у меня, значит, и я брала такси. Просто такси. Две четыреста в один конец, в другой две четыреста. А у меня водитель был хороший, и он меня раздевал, разувал. Умница. Я платила каждый раз пять тысяч. И вот меня перевели сюда. Я так рада, у меня деньги целые теперь. Могу что-то купить. Даже не знаю, как и сказать. Очень даже хорошо, удобно. Написала на бумажке, какого числа приехать. Здесь я взяла такси. Подумаешь, сто пятьдесят рублей все пока. Доктор очень хороший, мне понравилось. Мне сестра встречает так приветливо. Все с улыбочкой. Даже не знаю, что и говорить. Очень рада. И еще. Говорят, вылечит они меня. Совсем-совсем недавно мы боролись с ковидом. И действительно были такие тяжелые времена, когда казалось, что мы занимаемся только лечением одной болезни. На самом деле, в нашей больнице происходили и другие процессы. И так вот в 2020 году у нас был открыт над ним из первых, вместе с Шуйской ЦРБ, Центром амбулаторной онкологической помощи. Само по себе это название, оно подразумевает то, что большинство онкологических больных должно проходить и до обследования, и лечения, и реабилитацию по месту своего жительства. В теории это звучало очень красиво, но на практике действительно очень много сложностей. Потому что, если вспомнить историю, у нас в 1986 году было закрыто онкологическое отделение. И, в принципе, все больные онкологического профиля были маршрутизированы, маршрутизировались в Иваново. Что создавало массу проблем для обычных жителей. И вот создание Центра амбулаторной онкологической помощи, это как первый шаг в формировании по новой вот этой онкологической помощи здесь у нас в Кинишве. Естественно, это подразумевалось, но такие самые основные вещи, которые связаны с получением направления на различные обследования, направления в онкодиспансер, проведения каких-то анализов. Но мы прекрасно понимали, что очень много самых таких острых жалоб это было со стороны пациентов, которые проходили химиотерапию. И по факту, то есть это действительно, ну, вот как происходило, что человек после очень серьезного, там, скажем, лечения вынужден был ехать на маршрутном такси, например, из Иваново в Кинишму, абсолютно находясь в таком, ну, тяжелом состоянии. И деваться ему было просто некуда. На первых порах мы проводили, договорились с онкодиспансером проводить лечение, так называемой гормонотерапией, такие лайтовые препараты, которые, ну, сильного влияния на организм не оказывают. Но основной задачей, которую мы ставили, это именно начинать проводить проведение химиотерапии, основной химиотерапии. Причем, что мы понимали прекрасно, что у нас нет того комплекса специалистов разного профиля, по разным направлениям, которые могут определить схему лечения. Поэтому мы проводили эти все мероприятия совместно с онкодиспансером. В связи с этим нам потребовалось обучить ряд наших докторов в специальности онкология, раз, пройти отдельные курсы, как для медсестер, так и для врачей на базе онкодиспансера по химиотерапии. И это все нам позволило впервые, так скажем, в области, именно в рамках ЦАОПа, вот этого Центра амбулаторно-онкологической помощи, проводить полноценную химиотерапию пациентам, которым установлен диагноз злокачественной опухоли, именно здесь. Да, это этап лечения, то есть который связан с последующим там или хирургическим лечением, или лучевым лечением. Но это очень такой важный этап, который, в принципе, в родных стенах легче переносится. И сейчас у нас эти пациенты уже пошли, нам потребовалось покупать лекарства, кроме обучения, то есть вот эти все химиотерапии, препараты, купить оборудование, например, они разводятся в специальной ламинарной камере, чтобы это все не оказывало вредного влияния, в том числе на персонал. То есть все-все-все это мы делаем. И сейчас, по большому счету, вот этот поток пациентов мы отрабатываем, вот у нас уже прошло 3 или 4 человека, и дальше этот поток будет возрастать. Для нас это крайне важный момент, для наших пациентов крайне важная новость. Ну и плюс ко всему могу отметить, что, ну, несмотря на все сложности, которые существуют и в больнице, и вообще в здравоохранении в целом, в Кенишемской ЦРБ мы на месте не останавливаемся и двигаемся вперед. Дальнейшее направление работы покажет жизнь, но могу сразу сказать, что мы ориентируемся только на то, что мы можем сделать, потому что лечение онкологических больных связано с очень большим количеством нюансов, и мы их учитываем, чтобы самое главное не навредить.